В Хабаровске начался очередной этап реконструкции набережной. На осуществление проекта получено федеральное и краевое финансирование. Строителям предстоит обновить территорию от ворот со стороны улицы Советской до открытого бассейна. Работы рассчитаны на два года. Их окончание намечено на ноябрь 2021. Стоит отметить, что это уже четвертый этап преобразования главной прогулочной зоны краевой столицы. Сам участок считается сложным из-за большого объема работ. Уже известно, что их общая стоимость превышает миллиард рублей. После завершения ремонта к берегу смогут пришвартовываться суда, благоустроят зону для пешеходов и велосипедистов. Там будет изменена система покрытия. На территории переложат инженерные коммуникации. Там появится гидротехническое защитное сооружение. На участке обустроят ротонды, обновят освещение. Сейчас на территории ведутся подготовительные работы. Подробнее о ходе преобразования набережной Хабаровска поговорим с нашим гостем. В студии Александр Сеременев, заместитель министра строительства, главный архитектор Хабаровского края. Александр Иванович, доброе утро. Работа у нас рассчитана на два года. Что запланировано сделать? Вообще, нужно сказать, что это большой единый ансамбль. Начиная от Уссурийского бульвара и завершая улицей Советской. И вот это продолжение набережной в этой же структуре так и будет происходить. Единственное, что там были у нас откосные сооружения. Как мы понимаем, откосные. А здесь будут тоже шпунтовые стенки, потому что здесь причальное сооружение. И вот этот яхт-клуб наш, который, акватория, он также будет вертикальными шпунтовыми стенками так оформлен. Это решение уже опробовано в Комсомольске. Здесь у нас в Хабаровске в районе строящегося торгового центра там Батапорт строят. Пробник уже есть такой. В принципе, качество работ достаточное, чтобы выглядело достойно. То есть, получается, шпунтовые стенки, вот прям вот откосные сооружения, они, я вот вижу, на плане у вас есть, они переходят вот в такой... Прямо одна терраса верхняя до верхнего уровня, где у нас прогулочная зона, и до промежуточной площадки. Потом делается большая такая терраса для причаливания теплохода типа Василия Паяркова. И также потом это все оформляется и дальше заходит в затон. То есть, это решение в принципе нормальное. То есть, получается, круизные суда даже туда могут пришвартовываться. Ну, типа Василия Паяркова, Москва, да, достаточно большие, потому что мы сейчас немножко так это на паузе находимся в туризме. Международный туризм, яхтенный, круизный туризм надо развивать, поэтому есть такая программа. И вот подготовили такое решение именно для четвертого этапа. Прекрасно. Ну, вот те, кто часто гуляет по набережной, уже, наверное, успели заметить, что вот этот участок, он уже перекрыт. Работы начались, с чего именно? Ну, как всегда, нужно демонтировать предыдущее разрушенное сооружение, вот это вот самое откосное, да. Это уже и сделано. Сегодня ведутся работы по перекладке коммуникаций, по подготовке к дальнейшим работам, к устройству этих самых шпунтовых стенок. Ну, сегодня как раз вот на острие это перекладка канализационных коллекторов, перекладка того ручья лесопильного, который он у нас прямо в ковш. Там будет потом по стенке, как вот забор между речным портом, значит, грузовым, там будет этот коллектор отведен, и не будет он же в ковш подать, а будет дальше уходить. То есть вот эти решения сегодня в проработке. То есть, я насколько понимаю, там инженерные сооружения занимают львиную долю всех работ. В том-то и дело, что мы этого не видим, но там идет большой канализационный коллектор вдоль всей набережной, и поэтому набережную нельзя было выносить в Амур там или как-то менять, потому что коллектор, чтобы не трогать, потому что еще нужно было в два раза больше денег, ну, с учетом перекладки того коллектора. Но здесь мы вынуждены это делать, поскольку причальная стенка, поэтому в этой части будет перекладываться как раз канализационный коллектор. Сейчас будет сделан временный обводной, а потом, когда устроятся шпунтовые стенки, будет проложен новый коллектор уже. Вот меня, как хабаровчанина, кстати, давно же интересует судьба, ну, так называемая яхт-клуба, то есть здание там прекрасно стоит, которое, в принципе, можно и на открытых размещать. Как мы видим сейчас, воды нет, низкий уровень, вот какова судьба вот самой чаши вот яхт-клуба, что там будет? Ну, вот я бы не сказал, что воды нет, я буквально каждый день хожу, сегодня уже подходит к промежуточной отметке, ну, достаточно приличное количество воды в Амуре. Ну, сам яхт-клуб, вы правильно подмечаете, в нем как раз отметки заилины, именно потому, что туда выброс вот из этого ручья лесопильного идет, отложение городских, это ливневая канализация, и вот все сбросы городские, они здесь как-то заиливаются. Конечно, нужно дно углубления, это понятно, и оно будет сделано. И поэтому в проект, конечно, входит углубление чаши этого яхт-клуба, вот именно как раз яхтенные вот эти вот стоянки. Что касается зеленых насаждений? Ну, зеленые насаждения, я уже эти вопросы слышал, да, действительно, зеленые насаждения волнуют горожан, там ели вот эти зеленые, я лично сам проверил, куда их пересадили, вчера прошел, посмотрел, все прекрасно существуют. Это вот аллея, которая, как мы с Серышева спускаемся с лестницы, и к Амуру туда ближе, там как раз эта аллея продолжается. Но, как говорится, невозможно никакие реконструкции вести, не затрагивая зеленых насаждений. Поэтому здесь то, что проектом предусмотрено, однозначно все восстановленные они будут здесь снова, ну, другие, может быть, ну, а те, которые были ели, они перенесены, так что здесь вопросов нет. Александр Иванович, ну вот что касается тех работ, которые раньше были сделаны, будут ли какие-то косметические доделки? Потому что, вроде бы, сделай предыдущую часть набережной, все хорошо, но вот эта вот террасная доска, она, ну, не в самом хорошем состоянии сейчас, мягко говоря. Ну, согласен, да, вопросы вызывает, потому что, ну, вообще, надо сказать, что тут есть, это первый опыт вообще применения в таких масштабах, да, вот именно такой. Казалось бы, мы для пешеходов готовили набережную, ну, и нужно было найти варианты ухода за этой террасной доской. На самом деле, когда убирают, может быть, лед где-то повреждают, или когда катаются на велосипедах, на роликах, на каких-то энергичных таких вот средствах физкультурных, так назовем. Вот, конечно, иногда прокалывание идет. Ну, наверное, я бы, конечно, может быть, и за деревянный такой вот настил, или там за какой-то идеальный бетонный, ну, фантастический, да, но все равно хотели же сделать такую душевную атмосферу, как бы, наверное, да. Да нет, в принципе-то получилось. И там люди с удовольствием туда спускаются, отдыхают, лежа, сидя там, в общем, еще бы порядок бы соблюдали, было бы совсем хорошо, поэтому я, пользуясь случаем, обращаюсь как раз, ну, давайте не плевать, не кидать, там курить наверняка тоже нельзя, общественное место, но ведь бычки же валяются, да, где-то там какие-то бросают пищевые отходы там, ну, потому что, ну, пикники тоже никто не запрещал, это тоже есть. И, наверное, вот эти, как амфитеатры, так называемые, они для этого и были сделаны, чтобы посидеть там, ну, выпить водичку, там, мороженое какое-то, ну, не надо все забрасывать там мусором, вот, поэтому, ну, тем не менее, это говорит о том, что востребована она однозначно, она очень сильно перегружена даже, я бы сказал, людьми. Ну, это потому что, наверное, вызывает интерес, я только что был в Томске, там верхняя часть есть, а вот дальше нету, нету набережной практически, в Новосибирске был сравнил, вроде бы новая набережная, но такого наплыва народа точно нет, просто наша набережная вызывает, ну, просто бурный интерес, и она делится на разные зоны. Если набережная Невельского, мы видим, она чисто прогулочная, променад такой, да, то здесь это спортивная, активная, и детская зона, и бегают, и едут, и едут, и днем, и утром, и вечером, вечером вообще там паломничество просто. Ну, как, ну с этим же нельзя бороться, это наоборот, надо приветствовать, это здорово, что люди нашли место, где можно вот просто прийти, постоять, посидеть, побегать, поездить там, ну, то есть все возможные способы развлечений, наверное, нужно это поддерживать. На два года рассчитан на четвертый этап реконструкции, но мы знаем, что уже давным-давно существует проект соединения набережной и продление ее через затон вплоть до арены Ерофей. В каком состоянии сейчас все находится, обсуждение, проектирование, поиск денег, финансирование? Дело в том, что, учитывая вот начавшиеся все-таки эти работы, мы, конечно же, заранее еще в прошлом году проработали концепцию именно речного фасада, так называемого. Я и телезрителям показывал, и вашей редакции рассказывал, вот, неоднократно в разных способах показывали и властям, и городским властям, и краевым, вот, и на международном фестивале, и везде, где только можно, что у нас есть видение дальнейшего развития. И действительно оно должно быть. Ну как, город на реке, без речного фасада. Этот речной фасад нашими архитекторами был проработан. Это, ну, на мой взгляд, очень интересная работа, большая. Единственное, что она, ну, опять же, требует существенных инвестиций, потому что, ну, вот, возьмем, до Уссурийского бульвара, будем говорить, сделано, дальше фрагмент вот этой площади, где Уссурийский бульвар, да, ее тоже надо восстанавливать. И дальше пошли, где вот у нас водозабор, горводоканал, и дальше туда обходим вот этот вот наш склон, где Кавказская, где храм, подходим к эстакаде, и дальше наша дамба пошла южного округа. Это тоже огромное сооружение. Вот, ну, не буду про тот проект рассказывать, что это отдельная история, там инженерное, техническое сооружение. Но вот эту набережную надо делать. Я, вчера у мэра было совещание, также мы рассматривали этот вопрос, именно, я опять напоминал, что вот эта проблема соединения, она стоит, и даже городом была проработана в свое время администрация города, проработана территория той вот дамбы, именно под благоустройство. Ну, в итоге все упирается в деньги, да, насколько я понимаю? Ну, эскизное видение, проектное видение, оно есть. То есть видение будущего, как это прекрасно можно сделать, оно есть. Это, конечно, фантастический проект. Александр Иванович, да, возможно, это будет темой одной из наших следующих встреч. Спасибо вам большое, можно обсуждать это очень долго, но, к сожалению, во времени мы ограничены. Спасибо, что нашли время, пришли к нам этим утром. Напомню, у нас в гостях был Александр Селеменев, заместитель министра строительства, главный архитектор Хабаровского края.